Привет, любимые мои! Лучше бы научила, как довести девушку до сквирта. Написали мне в моем телеграм-канале, кто еще не подписался, ссылка под видео в описании. Переходите, я там выложила серию постов о сквирте и в описании я дам ссылку как раз на эти посты. Итак, что же нужно, чтобы довести девушку до сквирта? Прежде всего, не мешало бы с ней поговорить и объяснить ей, что это окей, вам это нравится и вы так хотите. Потому что многие девушки очень боятся уписятся и этим как бы опозориться перед вами. Поэтому большинство искусственно сдерживают сквирт, даже когда есть к этому позывы. Например, в моем опыте тоже такое было. Когда у меня впервые случился сквирт, нечаянно, самопроизвольно, с моим первым мужчиной, с первым любовником, никто тогда вообще не знал, что такое сквирт. Даже слово такое не знали. Я через восемь лет только узнала слово сквирт, после того, как вот он у меня первый раз случился. И очень важно, чтобы она понимала, что с вами так можно, что вы этого действительно хотите и позволила себе не сдерживаться. Это первое условие. Второе, нужно ее очень сильно возбудить. У нее должна обильно выделяться ее собственная смазка в очень больших количествах. Потому что если не будет сильного возбуждения, то никакого сквирта тоже не получится. И в моем опыте, когда после первого такого случая сквирта, я очень долго стеснялась и очень долго сдерживалась. И я изо всех сил старалась, чтобы не дай бог сквирт не произошел. Вы себе не представляете, какие усилия я прилагала, как я это контролировала. И так получилось, что с моим будущим первым мужем мы очень долго гуляли по ночному городу. Я была без трусиков под короткой юбочкой. Мы много друг друга дразнили. Мы гуляли несколько часов, зловались, дразнили, делали небольшие куни и минеты без окончания, просто как в качестве прелюдии такой. Делали несколько минут, потом опять шли дальше. И вот адреналина того, что кто-то может нас увидеть случайно. Конечно, мы это делали в каких-то таких местах, где не было свидетелей, но все равно этот постоянный риск того, что кто-то может увидеть, где-то случайно мы можем попасться, или какая-то камера видеонаблюдения, которая по городу развешана, могла нас записать. Это все очень сильно будоражило, возбуждало. И когда мы наконец-то пришли домой, я находилась в состоянии уже безумного такого возбуждения, которое я очень давно мало с кем когда-либо испытывала. И когда у нас начался секс, мы, кстати, сквирт не обговаривали. Я говорю, что даже слово такого я тогда еще не знала. Мы его не обговаривали, но я настолько сильно кончила, у меня был такой бешеный оргазм, что я просто перестала себя контролировать, то есть полностью-полностью отключилась, и вдруг оно брызнуло. Муж пришел в полный восторг. Он тут же мне сказал, вау, фонтанчик, хочу еще. И вот это вот его хочу еще, оно позволило мне расслабиться дальше, ну и все. И я с ним могла себе наконец-то позволить, позволить больше не контролировать, не прерывать секс для того, чтобы быстренько убежать в туалет, а наслаждаться процессом максимально. Ой, я никак не могу словить нормальное освещение. Ладно, я еще, это мои пробы, пробы, пера, съемки на улице. Кстати, секс на улице я тоже очень люблю. Секс в лесу тоже, да. Но сейчас здесь не с кем, как видите. Но вы можете об этом пофантазировать. И вот одно из самых важных условий – это ее степень возбуждения. Некоторым женщинам нравятся очень интенсивные воздействия на зону G. Проще, конечно, сначала руками. То есть некоторые считают, что нужно делать это с таким усилием. Я считаю, что это нужно делать нежно. Если женщина очень возбуждена, то даже нежное движение вот так вот пальчиком. Зона G, знаете, где она расположена? Верхняя стенка влагалища примерно 5-7 сантиметров от входа. Ну, до 8 сантиметров от входа. То есть, в принципе, вот если вы засунули палец, то подушечка пальца у вас будет как раз на эту зону воздействовать. Ай, солнце начало светить в глаза. Ну, ладно. И даже нежное движение пальца, вот так вот, но достаточно такое настойчивое, оно способно уже довести до сквирта при очень сильном возбуждении, без такого интенсивного долбления по мочевому пузырю. Потому что прямо долбить мочевой пузырь изнутри влагалища, это, ну, это совсем не полезно. Может начаться цистит. Вы слишком сильно раздразните стенки. Поэтому достаточно того, чтобы у женщины был не пустой мочевой пузырь, прежде всего. Пусть в нем что-то будет. Попросите ее не ходить в туалет, хотя бы там за полчаса, за час до секса. Плюс вы еще будете ее очень много и долго дразнить. И если она будет настолько возбуждена, что ее естественная смазка будет сама литься, и доведя ее до оргазма, вы увидите такие белесы, выделения из пара уритральных желез. Я рассказывала в своем видео, из чего состоит сквирт, и что это на самом деле. Кто не видел, будет в конечных заставках, и тоже в описании под видео будет ссылка. К тому же я в своем телеграм-канале подробно расписала про сквирт. Так вот, вот это выделение, но из пара уритральных желез выделится ну максимум пара чайных ложечек такой белесой жидкости. Немножко похоже на сперму, но она более жидкая, более такая разжиженная. Это и есть вот тот самый настоящий сквирт. Но если продолжать женщину стимулировать после оргазма и после выделения из пара уритральных желез, то вы будете дразнить мочевой пузырь, его стенки. И вот эти сокращения, они начнут выталкивать и мочу в том числе. И конечно же, когда человек мочится, у него приятные ощущения при этом. А тут, если это все вместе накладывается еще и на оргазм, то смотрите, и оргазм, и плюс расслабление мочевого пузыря. И вот эти фонтаны, которые вы видите в порно, ну и вообще которые в принципе называют сквиртом, это на самом деле моча. Но нельзя сказать, что сам по себе сквирт это полная фальшь. Настоящий сквирт это вот эти вот пару ложек из пара уритральных желез белесой жидкости. Но если после этого еще и начался выброс мочи, то ощущения усиливаются. То есть все равно это что-то такое более яркое, плюс наверное запретное в том плане, что ой как я уписалась, ой какие-то фонтаны, все мокро. И для многих людей это даже служит каким-то таким своеобразным фетишем и для мужчин и для женщин. И это добавляет какой-то такой вот развратности, каких-то новых эмоций ярких, ну и дополнительных ощущений. Потому что когда вы просто ходите в туалет пописать, вы все равно испытываете вот это ощущение удовольствия и облегчения. Ну так устроен наш организм, да? Поблагодарил нас за то, что мы избавились от лишней жидкости. И когда вы уписываетесь во время оргазма, и вот это уписывание оно накладывается на оргазм, то ощущения тоже будут дополнительные, тоже более острые, более яркие. Поэтому нельзя сказать, что сквирс это полная фигня, как утверждают некоторые. Ну и нельзя сказать, что сквирс это гарантия оргазма. Потому что если вы просто будете долбить мочевой пузырь и просто заставите женщину уписиться, это еще ни о чем не говорит. Это не оргазм. Но если вы действительно ее очень сильно возбудите, если она будет вся течь, и если она испытает очень мощный настоящий оргазм, и если ее тело настолько расслабится, что начнется выброс еще и из мочевого пузыря, то да, тогда она это оценит, и тогда это будет вот тот самый такой полноценный фонтанирующий сквирт. В обычной природе, даже если мы не знаем по порно про эти все сквирты, и вот это вот все мы не знаем, допустим, да, конечно же во время секса у женщин и так и так эти сквирты случались. То есть это не какое-то искусственное выдуманное явление, а то, что все равно происходило. Но порно популяризировало эти сквирты, в каком-то смысле сделало их модными. И очень многие люди теперь бегают и спрашивают, как научиться сквирту, как свою женщину научить сквирту, как самому научиться доводить ее до сквирта. Но, как видите, те, кто и так достигал вот этого очень сильного возбуждения и ярчайшего расслабления, они в принципе без всех этих вопросов и так доходили до сквирта. Поэтому я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Сначала очень сильно возбудите женщину, потом доведите ее до обвешенного безумного оргазма, позвольте ей максимально расслабиться. Ну и помогите пальцем. Но есть женщины, которые от члена сквиртуют, поэтому если правильный угол, достаточное воздействие членам на зону G, под хорошим таким углом, чтобы он прям очень хорошо проходился по этой зоне, как головка тыкалась так достаточно в эту зону, и при правильно подобранном ритме, правильно подобранный ритм я вам не подскажу, вы должны чувствовать свою женщину. Вот какой ритм ей нужен? То есть его нужно, ну если женщина опытная и хорошо чувствует свое тело, она сама будет своим телом подсказывать, какой ритм ей нужен. Она будет как бы подмахивать, она будет двигаться с вами такт, она будет задавать этот такт. И это будет ее правильный ритм. Но если женщина не раскрыта и она лежит спокойно, ну опять же, да, если она не раскрыта, а вы не довели ее до такой степени возбуждения, что она лежит мертвым грузом спокойно и никак не шевелится под вами, никак не задает бедрами сама ритм, значит она недостаточно возбуждена. Значит нужно продолжать ее заводить. Вот и поймав правильный ритм, правильный наклон и движение члена в зону G, вы можете добиться сквирта в том числе и членом, не только пальцами. Но, может быть, если вообще нет никакого опыта и это какие-то первые разы, может быть стоит попробовать пальцами сначала. Пишите в комментариях, что вы думаете по тому поводу. Переходите в мой телеграм-канал, читайте статьи про сквирт там. И я вас всех целую, люблю. Пока-пока.